Добрый день, поздравляю вас! Мы подошли к очень интересной теме, электричество и магнетизм. Для начала послушайте одну историю. По одной из легенд, 600 лет до нашей эры, древнегреческий ученый Фалес Милецкий благодаря своей юной дочери, сделал важное открытие. Девушка как ни старалась не могла очистить янтарное веретено от приставших к нему пылинок и ниточек. Каждый раз они вновь и вновь прилипали обратно. Не получается. Ничего не получается. Все дети как дети. В кого ж она такая? Впечатлительная. В итоге Фалес понял, что причина прилипания кроется именно в янтаре. Слово янтарь на греческом звучит как электрон. Отсюда процесс, в результате которого тела приобретают свойства притягивать к себе другие тела, назвали электризацией. А те тела, которые обладают такими свойствами, называются наэлектризованными. Вот такая история, ребята. Бунт на корабле. Ох, сейчас что-то будет. Объявляю конец эпохи скучных лекций. Так, профессор, уходи с будки. Я вещать буду. Ты же только недавно бросал науку. И, кстати, это не будка. Ща плавником по очкам получишь. Освобождай будку, тебе говорят. Пожалуйста, пожалуйста. Лишь бы вы были довольны. Коллега, какая там у нас сегодня тема? Раздел электричества. А, это про розетки. Легкотня. Ня? И слова про розетки нет. Ага, так я и поверил. Лишь бы запутать молодого специалиста. Ребята, в общем, смотрите. В розетки ничего не совать. Если нужно подзарядить телефон, просите это сделать того, кого не жалко. Но в целом это всё. Ещё час лекции впереди. Упс. Ну, это. Электричество очень важно. Ох, и ерунду ты рассказываешь. Сейчас, сейчас. Я как раз подхожу к сути. Придумал же кто-то электричество. Молодцы, ребята. Почёты мои уважения. Ну, в общем, вы поняли. Лучше не стало. Смотри, профессор. Основное я рассказал. Так сказать, подвёл аудиторию к теме. Дальше ты там по мелочи сам расскажи, а то меня срочно вызывают. Итак, электризация. Как мы уже говорили, тело, которое приобретает свойства притягивать к себе другие тела, называют наэлектризованным. Степень наэлектризованности тел определяет физическая величина, электрический заряд. Электрический заряд обозначают буквой Q, измеряют в кулонах. Эта единица измерения названа в честь французского физика Шарля Кулона, который сделал очень много открытий при изучении электромагнитных явлений. Проводя различные эксперименты, учёные видели, что наэлектризованные тела ведут себя по-разному. Одни притягиваются, другие отталкиваются. И лишь в 1733 году французский физик Шарль Франсуа Дюфе определил, что, например, стекло, горный хрусталь, драгоценные камни, шерсть, волосы, приобретают один тип заряда. Его условно назвали положительный заряд. А, например, энтарь, ибонит, шёлк, бумага, приобретают другой тип заряда. Его определили как отрицательный заряд. Разноимённо заряженные тела притягиваются, а одинаково заряженные взаимоотталкиваются. А теперь давайте снова заглянем вглубь вещества. Все материальные объекты состоят из атомов. Атом состоит из ядра и обширной области пространства за пределами ядра. Ядро атома содержит протоны и нейтроны. Протоны находятся в ядре атома, прочно связаны и не могут двигаться. Электроны расположены в обширных областях пространства, окружающих ядро. Если электроны могут свободно перемещаться от частицы к частице вещества, то его называют проводником. Это металлы, их сплавы, растворы, солей. Земля и человек являются природными проводниками. В отличие от проводников, стоять на месте, не двигаться. Вещества, которые препятствуют свободному потоку электронов от атома к атому, это диэлектрики. Это газ, стекло, фарфор, керамика, дистиллированная вода, резина, картон, сухое дерево, смолы, пластмасса, полимеры. Из диэлектриков изготавливают изоляторы. В природе не существует абсолютных проводников или диэлектриков. Изменение температуры и других внешних условий влияет на свойства материалов. Материалы, которые имеют свойства и диэлектриков, и проводников называются полупроводниками. Что значит, когда говорят, что тело заряжено? Если у тела количество электронов не равно количеству протонов, то такое тело, заряженное. Зарядить тело можно несколькими способами. Трением, трибоэлектрический эффект, соприкосновением или через влияние. Рассмотрим, что происходит в результате трения. Перед началом работы и веретено, и шерсть, электрически нейтральны. В результате трения янтарной палочки об шерсть, часть электронов переходит с одного тела на другое. Если после трения оба тела рассоединить, то они окажутся заряженными. Тело, которое отдает часть своих электронов, будет заряжено положительно. А тело, которое их получает, отрицательно. Тот, кто делится, всегда положительный. А тот, кто забирает, отрицательный. Да, у атомов именно так и заведено. Янтарь удерживает свои электроны крепче, чем шерсть, поэтому он принимает электроны от шерсти и становится отрицательно заряженным. А вот если взять палочку из стекла и шелк, затем снова потереть их друг об друга, то увидим другую картину. Стекло отдаст часть своих электронов шелку, зарядится положительно, а шелк отрицательно. Зарядить тело можно так же, соприкасая его с заряженным. При этом оно получает такой же по знаку заряд, какой был у заряженного тела. А вот как распределяется величина заряда. Допустим, тело имеет положительный заряд 6 кулон. Конечно, такой заряд очень большой и получить его не так просто. Мы взяли такое значение для удобства расчетов. Если передавать заряд такому же по размеру телу, то заряд 6 кулон поделится пополам. Однако общий заряд все равно будет равен 6. Значит для системы тел выполняется закон сохранения зарядов. Полный заряд электрически замкнутой системы тел остается неизменным, во время всех взаимодействий, которые происходят в системе. Продолжим наш опыт дальше. Теперь тело имеет заряд 3 кулона. При его соприкосновении с таким же телом, заряд снова распределится поровну и будет равен 1,5 кулон на каждом теле. Заряд будет делиться не бесконечно. Заряд, который уже не делится, называется элементарным зарядом. Его обозначают буквой Е. Американскому ученому Роберту Миликину удалось вычислить значение элементарного заряда. Оно равно 1,6 на 10 в минус 19 степени кулон. Электрические заряды тел всегда кратны элементарному заряду. Носителем элементарного, то есть неделимого отрицательного заряда, является электрон. Носителем элементарного положительного заряда является протон. Значит, электрон и протон имеют одинаковые по величине, но разные по знаку заряды. Нейтрон всегда электронейтрален. В здании бомба. Всем срочно на выход. Спасайтесь, пока не поздно. Плохо прячешься? Вставай, не позорься. Я просто пытаюсь добавить хоть немного яркости твоей речи. Мне же со стороны виднее. Яркости, говоришь? Пошли-ка со мной. Видишь, без меня в науке никак. Лезь на тумбу. А что? Награждать будут? Залазь и прикоснись к шару. О, ты у нас блондин. То, что вы видели на экране, не является сценой насилия. Никто при съемках не пострадал. На самом деле, перед вами генератор Ванда Графа, который демонстрирует воздействие избыточного заряда на тело человека. Когда вы прикасаетесь к шару, его избыточный заряд передается человеческому телу. Как вы помните, человек является проводником, поэтому избыточный заряд шара распространяется по всей поверхности тела, даже по волосам. Когда волосы становятся заряженными, они начинают отталкиваться друг от друга, как одноименно заряженные. При этом они резво поднимаются вверх. Вот такой интересный опыт. Электризация через влияние происходит следующим образом. К нейтральному металлическому шарику, закрепленному на подставке из изолирующего материала, поднесем отрицательно заряженную янтарную палочку. Отрицательно заряженные электроны, отталкиваясь от одноименно заряженной палочки, сместятся на противоположную сторону шара. В итоге электронов на одной стороне станет излишек и недостаток на другой. Тело человека является проводником, и если коснуться шара пальцем, то часть электронов перейдет на него и шар станет положительно заряженным. Заметьте, что в этом опыте непосредственного касания палочки и шара не произошло, но шар приобрел положительный заряд. Заряженная палочка повлияла на шар. Такой процесс электризации еще называется электростатической индукцией. Чтобы определить заряд на теле, использует прибор, электроскоп. Вы легко сможете сделать его своими руками. Стеклянную банку нужно закрыть пластиковой крышкой, просунуть в нее спицу для вязания, на конце которой закрепить две тонкие полоски фольги. Если к спице поднести заряженное тело, то на полосках фольги разместятся одноименные заряды. Поэтому полоски оттолкнутся друг от друга. Если поднести незаряженное тело, то полоски останутся в покое. А чтобы измерить еще и величину заряда, существует прибор, электрометр. Для отображения величины заряда у него есть шкала. А вместо лепестков, стрелка. Заряженные тела могут находиться на разных расстояниях друг от друга. Если размеры заряженного тела малы, по сравнению с расстоянием до другого тела так, что его размерами можно пренебречь, то такое тело называется точечным зарядом. Шарль Кулон доказал, что между двумя неподвижными точечными зарядами действует сила их взаимодействия. Эту силу называют силой Кулона. Сила Кулона зависит от величины заряда и расстояния между ними. На каждый заряд действует нечто, находящееся вокруг другого заряда. Это нечто и есть электрическое поле. Можно сказать, что электрический заряд создает вокруг себя электрическое поле. Источниками электрического поля могут быть как подвижные, так и неподвижные электрические заряды. Электрическое поле неподвижных электрических зарядов называется электростатическим полем. Оно не изменяется во времени. Впервые понятие электрического поля ввел Майкл Фарадей. Поскольку поле невидимо для глаза, Фарадей предложил изображать его с помощью силовых линий. Они никогда не пересекаются, не замкнуты, начинаются на положительных зарядах и заканчиваются на отрицательных. Два одинаковых по величине, но противоположных по знаку заряда называются диполь. Силовой характеристикой электрического поля является физическая величина напряженность. Она может быть измерена любым другим зарядом, который помещают в это поле. Его называют пробным зарядом. Напряженность численно равна силе, действующей на единичный пробный заряд. Напряженность обозначается буквой Е и измеряется в ньютонах на кулон. Вектор напряженности электрического поля направлен по касательным, если силовые линии кривые, и вдоль силовых линий, если они прямые. Если силовые линии расположены параллельно, то электрическое поле называется однородным. В однородном поле напряженность во всех точках одинаковая. Пусть вокруг точки B находится два положительных заряда. Каждый заряд создает свое электрическое поле напряженностью E1 и E2. Оба поля накладываются друг на друга. И на точку B действует результирующее поле напряженностью E. Сколько бы зарядов не существовало вокруг точки B, напряженность электрического поля системы зарядов всегда будет равняться векторной сумме напряженностей полей каждого точечного заряда. Результирующее поле образуется наложением, то есть суперпозицией полей. Если электрический заряд перемещается в электростатическом поле, значит сила поля совершает работу. Как и в механике работа электрического поля обозначается буквой А. Измеряется в джоулях. Перемещая заряд из положения 1 в положение 2, сила совершает положительную работу, так как направление движения заряда совпадает с направлением внешних сил поля. Работа на участке 3-4 будет отрицательной, а на участке 2-3 и 4-1 равна нулю, так как перемещение заряда перпендикулярно силовым линиям. Значит, работа электрического поля во время перемещения заряда, не зависит от траектории движения, и по замкнутому контуру, то есть при возвращении пробного заряда в исходное положение, всегда равна нулю. Силы, работа которых по замкнутому контуру равна нулю, называются потенциальными силами, а само поле – потенциальным полем. Способность выполнять работу характеризует потенциальная энергия. Потенциальная энергия в электрическом поле обозначается буквой W с индексом P. Измеряется в джоулях. Физическая величина, определяющая потенциальную энергию, которую приобретает заряд в электрическом поле, называется потенциал. Обозначают его буквой φ, измеряют в вольтах. Потенциал является энергетической характеристикой электрического поля. Положительный пробный заряд будет иметь высокий электрический потенциал, когда он находится рядом с положительным зарядом, и более низкий электрический потенциал, когда он находится дальше от него. В этом смысле, электрический потенциал становится просто свойством местоположения внутри электрического поля. предположим что электрический потенциал заряда в данном месте составляет 12 вольт значит заряд величиной 1 кулон в этой точке имеет 12 джоулей потенциальной энергии а заряд величиной 2 кулона в этой же точке имеет 24 джоули потенциальной энергии заряд величиной 0,5 кулона в этой же точке, имеет 6 джоулей потенциальной энергии. Электрический потенциал, это зависящее от местоположения величина, которая выражает количество потенциальной энергии, на единицу заряда в определенном месте. Рассмотрим задачу перемещения положительного пробного заряда, в однородном электрическом поле, из точки B, в точку C. При перемещении заряда противоэлектрического поля из точки B, в точку C, на заряд должна будет действовать сила. Работа, совершенная над зарядом, увеличивает его потенциальную энергию, а сама работа, равна изменению потенциальной энергии. В результате этого изменения, также существует разница в электрическом потенциале, между точками B и C. Эта разница называется разностью электрических потенциалов. Обозначается символом дельта-фи. Можешь больше не прятаться, я тебя заметил. Это я решил поближе подойти, чтобы лучше тебя слышать. Не сдаешься, бунтуешь опять. Да ты что, я и не собирался. То шутка была. А ты что, реально поверил? Я ж за тебя руками и ногами. Как это кстати. Тогда я отправляю тебя на собственном опыте ощутить, что же такое электризация. Обещаю, будет весело. В результате развития науки и техники создано огромное количество электроприборов, вокруг каждого из которых образовывается электрическое поле. Получается, что все мы с вами живем в огромном электромагнитном поле, которое порой оказывает негативное влияние на наш организм. Большое количество электрических зарядов накапливается на экранах телевизоров, мониторов, планшетов, телефонов. Даже клавиатура компьютера, компьютерная мышка электризуется в результате трения. И если человек проводит длительное время за компьютером, то нужно стараться ослабить электрическое поле. Для этого используют ионизаторы, увлажнители воздуха, различные антистатики. Во время работы также нужно стараться надевать одежду из натуральных тканей. Берегите свое здоровье. Длительное воздействие электромагнитных полей может менять гормональный фон человека, негативно влияет на работу головного мозга, повышает утомляемость и ухудшает общее самочувствие. В результате трения соприкасающихся поверхностей происходит электризация тел. Это свойство часто используют в бытовых целях, в технике, на производстве. На заводах устанавливают электрофильтры для очистки газовых выбросов от твердых кусочков пыли. Под действием электрического поля заряженные пылинки оседают на противоположно заряженных электродах фильтра. Работа лазерного принтера «Профессор, я все понял. Был не прав. Может уже хватит?» «Ты что? Все только начинается». Покраска кузова автомобиля И даже копчение продуктов питания, в основе этих и многих других процессов лежит явление электризации. Заряженные частички краски или дыма равномерно оседают на противоположно заряженном теле. В медицине, растворы лекарственных препаратов в аэрозолях, при впрыскивании попадают в легкие человека в виде очень маленьких капелек. Они не слипаются в большие капли благодаря полученным одноименным зарядам. К сожалению, действие электризации часто может быть вредным и опасным. Ее стараются уменьшить с помощью антистатиков и заземления. На многих производствах работа связана с трением поверхностей. Например, на мукомольных комбинатах трутся ремни, вращающие жернова. В результате электризации может возникнуть искровой разряд и произойдет взрыв мучной пыли. Наэлектризованная в результате трения ткань начинает топорщиться и заминаться, что значительно усложняет выполнение работы. К тому же она притягивает частички пыли из воздуха, и изделие загрязняется еще в процессе изготовления. Оседание частичек пыли на мельчайшие элементы электроприборов становится большой проблемой при их сборке. Поэтому работники, которые занимаются производством микросхем, надевают специальные браслеты, подключенные к заземлению, чтобы разрядить приборы. Из-за трения о воздух электризуются автомобили, самолеты. Чтобы не возникла электрическая искра и не начался пожар, после приземления самолет сначала разряжают, опуская с него на землю металлический трос. И заряды с корпуса самолета уходят в землю. По такому же принципу, к бензовозам прикрепляется металлическая цепь, которая во время движения автомобиля тянется по земле, и накопленные на корпусе заряды отводятся в землю. А при сливе топлива, бензовоз дополнительно подсоединяют к заземлению металлическим тросом. Опытным путем установлено, что земля имеет отрицательный заряд. Так как по размеру она очень большая, то если любое положительно заряженное тело соединить проводником с землей, то оно из земли получит некоторое количество электронов и станет незаряженным. А если подсоединить к земле отрицательно заряженное тело, то излишек электронов из него уйдет в землю и тело становится практически электронейтральным. Технический прием, который позволяет разрядить любое заряженное тело путем соединения его проводником с землей, называется заземлением. Итак, электризация – это процесс приобретения телами электрического заряда. Наэлектризовать тело можно в результате непосредственного контакта, трения или соприкосновения с заряженным телом, или через влияние, поместив тело во внешнее электрическое поле. Вещества по своим свойствам делятся на проводники, диэлектрики и полупроводники. Около заряженных тел существует особая форма материи – электрическое поле, которое действует на другие тела, находящиеся в нем. Силовой характеристикой поля является напряженность, а энергетический – потенциал.